По традиции, Большой городской субботник начался с заряда бодрости и хорошего настроения. Участникам обеспечили зажигательные песни, танцы и разминку у сцены Дворца Творчества. Там же выдали необходимый инвентарь и все двинулись к полуденке, по пути собирая в лесной чаще мусор. Параллельно здесь же проходила спортивно-экологическая акция «Плогинг» на призы и подарки от сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдональдс». Какой только мусор не пришлось увидеть и собрать на своем пути участникам. Но основное напоминание о человеческом бескультуре – это упаковки и всевозможная тара. Основная часть мусора – это пиво, разные керешки, фастфуд. Ну, в основном алкогольные напитки. Дорогие жители города Нефтекамска, не мусорите, пожалуйста, в лесу, занимайтесь спортом. Наполняя под завязку огромные мешки, все потихоньку собирались у полуденки. Ну а там на финишной прямой работа кипела с раннего утра. Сотрудники предприятий города совместными усилиями с привлечением техники и собственными руками вели работу по очистке пруда и прилегающей к нему территории от Валежника. На субботнике, ну вот на этом участке, полуденке, мы уже не первый раз участвуем в субботниках. В рамках вот этого месячника чистоты и порядка. Сразу видно о том, что лес стал чище. И что более отрадно, то, что люди меньше начали сорить. Вот если год-два назад видно было, что тут на каждом углу было пакеты, на каждом углу было и неприятно было заходить, действительно люди начали гораздо порядочнее. Тем не менее, есть еще те, кто не считает нужным заботиться об экологии и будущем. К полудню пирс лесного пруда был заполнен мусором, собранным в лесу участниками экологической акции. Все это могло достаться печальным наследством нашим потомкам. Я думаю, что если всеми силами мы сегодня соберемся, здесь уберемся, то будет в нашем городе комфортнее жить и будет лучше для всех. Я уже, как сегодня сказал на сцене, мы действительно сегодня отдаем, наверное, почтение нашим предкам, которые строили наш город, которые хотели видеть его самым чистым, самым уютным и самым комфортным для жизни. Мы многое делаем в городе, много сажаем деревьев. Но если мы будем еще с собой убирать, если не будем мусорить, то наш город действительно станет самым лучшим городом. Работы по уборке были проведены и в самом городе. Предприятия, организации и учебные заведения подключились к экологической акции и устроили субботники на своих территориях. Марина Медвинская, Никита Веприков. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова